Всем привет! Меня зовут Михаил Прокопчук. Я работаю разработчиком сервенной части в компании Авито, занимаюсь отчасти эксплуатацией, немного мониторингом и разработкой внедрения всяких облачных штук, которые мы используем. Тема моего доклада — это мониторинг облака в условиях микросервисной архитектуры. То есть я расскажу, наверное, про все, что угодно, но не про ГО. На самом деле про ГО в конце расскажу. Расскажу я про то, как у нас все устроено, как у нас все работает, как мы стараемся это все мониторить, какие боли у нас есть, что мы планируем делать дальше. И доклад, наверное, такой будет немножко, может быть, разрозненный, но тем не менее, я надеюсь, что вам будет интересно. Ну и в конце можете задавать любые вопросы, постараюсь на них ответить. Вот. Собственно, немного про Авито, наверное, ну не знаю, знает кто или нет. То есть Авито — это сайт classified, сайт номер один по объявлению в России. У нас там 35 миллионов пользователей ежедневно, то есть такие большие цифры, это high load, все дела. В общем, вот. План моего доклада. То есть сначала я расскажу про то, что из себя представляет вообще облако в Авито. Потом расскажу непосредственно про то, как мы его мониторим. А мониторим мы его прометеусом, разумеется. Расскажу некие какие-то детали эксплуатации, с которыми мы столкнулись, как мы делали это, как мы все решали. Расскажу про подходы, как мы стараемся именно правильно мониторить облако, используя какие-то практики, какие-то правильные штуки, как нам кажется. Расскажу про Prometheus Exporter и там немножко ссылок в конце. Вот. Что из себя представляет облако в Авито? В основе нашего облака лежит, мы используем, разумеется, кубернет, мы используем докер, мы используем хельм. У нас в Авито 4 кубернет-кластера, 2 production-кластера, dev и staging. Вот. Примерно по 60 нот в каждом кластере и примерно 2000 подов, ну, просто для представления, в dev-кластере. То есть production-кластер на самом деле чуть поменьше, потому что в dev просто всегда крутятся, ну, поды, не знаю, там разработчики катят с разных веток, вот это все. То есть кластера достаточно большие. Из того, что используется в этом облаке. То есть у нас есть, мы написали свои boilerplate, то есть шаблоны, да, для микросервисов на Гуланге, на PHP, на Python. То есть разработчики их берут и просто дописывают бизнес-логику. Как я уже сказал, мы используем хельм, и все спецификации у нас являются неотъемлемой кода-базой самого микросервиса. То есть разработчики их тоже сами, в общем-то, заполняют и конфигурируют. Есть шаблоны билд-конфигурации, то есть опять-таки разработчик берет, и шаблон на основе него там катит в prod, катит в dev, катит в staging. Есть у нас автоматические привязки выкаток в staging, то есть если катится какой-то релиз в production, то автоматически потом еще и в staging докатывается. Разработчики катят сами. Буквально пару недель назад решил посмотреть, сколько же у нас релизов в день в наше облако происходит, именно в production кластер. Получилась такая хорошая круглая цифра. Порядка 100 релизов в день у нас получается в наше облако. Считаю неплохо. Из всякого тулинга у нас есть там немножко каких-то самописных штук. Используем линтеры, используем слаг-ботов для создания сервисов, стараемся держать наши ресурсы под контролем. Из интересного могу сказать, что у нас есть самописный хельм-линтер. Кто знает, что такое хельм, кто использует хельм? Ну, отлично. То есть мы пришли к тому, что есть кубернетцевские спецификации, потом мы их шаблонизируем через хельм. И мы столкнулись с тем, что у нас некоторые штуки в этих спецификациях не проверяются, или разработчик их забыл указать, или еще что-то. И мы взяли и написали свой, в общем-то, линтер на Go с использованием кубернетцевской библиотеки Client.go. К сожалению, мы его пока не заопенсорсили, но мы работаем над этим и планируем его заопенсорсить, потому что, как нам кажется, штука очень крутая, позволяет выполнять проверки валидности вообще спецификации, причем тех именно, ну, директив спецификаций, которые интересны именно нам, но в целом этот линтер там достаточно расширяемый, его, если мы заопенсорсим, я думаю, много кто будет использовать. Вот. Собственно, такая вот у нас большая достаточно экосистема, но тем не менее мы стараемся все держать под контролем. То есть это прежде всего, разумеется, мониторинг, потом SLI, SLA и SLO я расскажу в середине доклада, что все эти аббревиатуры значат. Ну и, наконец, дежурство. В основе всего, разумеется, лежит мониторинг. Мы используем, разумеется, для мониторинга облака Prometheus. Кто вообще работает с Prometheus, у кого он есть запущен, там, в продакшене, в деве, ну, есть, здорово. Те, у кого он еще не запущен, я надеюсь, извлекут пользу, то есть когда будут внедрять, если будут внедрять, учтут вот те вещи, с которыми мы столкнулись. Чем же хорош Prometheus? То есть, во-первых, у него есть совершенно замечательная база, с которой он, кстати говоря, собирается. База называется TSDB, и она архитектурно представляет собой, ну, как бы многоразмерную на самом деле базу, потому что у Prometheus метрики собираются в виде Time Series метрик, к которым прикрепляются лейблы. И по этим лейблам очень удобно делать агрегации. То есть можно выполнять, как бы, вот у нас есть Time Series, которые приходят в базу, и есть лейблы, которые позволяют агрегировать метрики. То есть, TSDB очень эффективная база для того, чтобы мы могли выбирать нужные Time Series по разным лейблам. Очень это все круто. Prometheus, у него очень классная интеграция с экосистемой Kubernetes, ну, или наоборот сказать, что у Kubernetes интеграция с Prometheus. То есть все компоненты Kubernetes из коробки предоставляют endpoint HTTP, обращаясь к которому, Prometheus может получить просто уйму метрик, просто кучу всякой информации. Там, что называется, успевай только разгребать их и смотреть, что вообще они значат. То есть Prometheus умеет Kubernetes сервис Discovery делать, то есть Prometheus достаточно сказать, где находится наш API сервер. То есть, ну, это такой корр компонент Kubernetes кластера. После этого Prometheus подключается к API серверу кубернетцовскому и дальше выполняет сам Discovery. Он начинает знать про все поды, то есть про все контейнеры, вообще про все, что у нас запущено в кластер. Это очень круто. И, наконец, расширяемость. То есть, если есть какие-то сущности, которые мы не можем замониторить, или которые из коробки не имеют вот этого endpoint, который ожидает увидеть Prometheus, то можно запросто написать свой Prometheus-экспортер. Я про это расскажу в конце доклада. Штука классная, делается это все просто, не знаю, проще некуда. И позволяет получать кучу полезных метрик, прям буквально в две строчки гошного кода. Вот. То есть, ну, про это, в общем-то, рассказал. То есть Prometheus, еще раз, то есть он поддерживает в основном пул-модель, то есть он сам обращается к каким-то endpoint'ам и получает нужные метрики. То есть в терминологии Prometheus называется scrape, то есть scrape-интервал есть, и он забирает метрики. Используется HTTP, то есть Prometheus всегда ждет, что будет какой-то endpoint slash metrics по умолчанию. Ну, можно использовать любой, там в конфигурации переопределить его, и будет к ним обращаться. То есть он выполняет пул-запросы по HTTP и получает просто метрики. Отдается все, то есть можно курлом это тоже позапрашивать, посмотреть, все работает. Вот. Наконец, у Prometheus есть классный алертинг, который мы, к сожалению, пока не используем в силу ряда причин, но он классный тем, что, во-первых, он позволяет настраивать алерты именно по лейблам. То есть представьте, что у нас очень большой кластер, у нас дофига там всего, не знаю, есть инфраструктурные сущности, есть поды, которые запускают разработчики, есть еще что-то, есть, в конце концов, ноды, не знаю, все что угодно. Так Prometheus позволяет через алертинг настраивать алерты с помощью как раз лейблов. То есть не указывать, например, что если вот этот сервис начнет медленно работать, то тогда алерти. А можно настроить так, что если в принципе в каком-то неймспейсе что-то произойдет, то вот тогда можно алертить. Алертинг в Prometheus поддерживает, у него есть еще классная возможность мейнтенанс режима. То есть если мы хотим выполнять какие-то работы на нашем облаке, разумеется, мы не хотим отключать мониторинг, но мы можем сделать так, что у нас сработки будут, но уведомления никакие присылаться не будут. То есть maintenance mode очень крутая штука. И, наконец, у алертинга от Prometheus есть возможность эскалации метрик, то есть можно настраивать определенного рода зависимости. Ну то есть если у нас умирает там какая-то нода, например, мы не хотим получать сто пятьсот, не знаю, уведомлений о том, что умерла нода, умерли все сервисы, которые на ноде, мы потеряли там сеть, еще что-то. Мы просто получим одно, мы потеряли ноду, и все. Это очень здорово. И, наконец, Prometheus федераций. Что такое федерация? Это, ну, наверное, некое подобие, скажем так, репликации в терминологии вот баз данных и прочего. Prometheus можно настраивать таким образом, что множество метрик, которые хранятся в нем, могут определенным образом передаваться другим экземплярам Prometheus. Зачем это нужно? Прежде всего, это может быть нужно для того, чтобы выбирать под множество метрик с нескольких экземпляров Prometheus и складывать их, например, в другой экземпляр, у которого увеличен retention interval. То есть, например, некие ключевые метрики мы хотим, например, хранить подольше. Ну, например, low-deverage node или еще что-то там. Но на вот этих Prometheus, например, которые мониторят непосредственно кластера, хранить много данных не получится. Я, кстати, расскажу сейчас, почему не получится и наверняка даже не получится. Поэтому можно их сливать в какой-то другой Prometheus и там эти метрики, их будет гораздо меньше, чем в этих Prometheus, там они будут храниться долго, можно смотреть тренды, это все очень удобно. То есть вот такая федерация называется иерархической. То есть мы в Авито на самом деле такую используем. То есть у нас есть несколько Prometheus, в которых каждый мониторит свой кластер. Есть, наконец, как бы вот Prometheus над ними, и вот эти все Prometheus, они сливают определенное подножество метрик, там тот же low-deverage и все прочее. И на том Prometheus у нас метрики хранятся уже подольше, это все здорово. Вот. Есть еще режим федерации, который называется Cross, то есть это можно настраивать Prometheus уже не иерархически, а можно настраивать, ну то есть плоскую передачу метрик. То есть вот, например, у нас есть там несколько Prometheus, мы можем кольцевую передачу метрик сделать. Ну, на самом деле, не знаю, насколько это может быть полезно. По мне, так вот именно иерархическая модель федерации, это очень круто. Короче, Prometheus в итоге штука классная, используйте его. Те, кто внедряет Kubernetes, те, кто внедрил, то есть сразу же подвозите Prometheus, будет все здорово. Вот. Но при всех его достоинствах, то есть поддержка автодискавери, не знаю, интеграция с Кубернет, там может мониторить всю инфраструктуру, выборки по лейблам совершенно классные и прочее, то есть это, разумеется, не бесплатно. Вообще ничего не бывает бесплатным, вот. И прежде всего, что не бесплатно, то есть это ресурсы. Собственно, CPU-юзер и потребление памяти. Поскольку мы обращаемся, у Prometheus есть большое количество метрик, которые он в себе держит, их реально много. То есть вот на кластере, который есть у нас, например, девовский, там порядка 60 нот и там 2000 подов, у нас число метрик идет там реально на миллионы. То есть их очень много действительно. И когда мы хотим построить наши дэшборды в графане или еще что-то, в основном дэшборды, мы когда настраиваем дэшборд, то есть в графане, наверное, все знают, там есть авторефреш, да, кнопка, ну, чтобы графики автоматически подновлялись. То есть Гарфана будет делать каждый раз вот запросы в Prometheus. А запросы могут быть такие, ну, тяжелые достаточно. Prometheus предлагает механизм для того, чтобы снизить нагрузку на базу. Это называется Record Rules. По сути, это такие предкомпилированные правила, которые Prometheus сам внутри себя вычисляет. На основании их просто строит новую метрику. В определенном смысле это похоже на кэширование, наверное, запросов в базе данных. То есть он внутри просчитывает вот этот долгий запрос, как бы, ну, там, в фоновом режиме. На основе него сделает новую метрику. И потом, когда из графаны выполняется запрос, просто выполняется запрос по вот этой уже новой метрике. И поэтому это значительно снижает нагрузку на CPU. То есть когда мы не использовали вот эти предкомпилированные правила, у нас там Prometheus, мониторивающий Dev Cluster, не знаю, у него была нагрузка там, ну, 15-20 ядер, он выедал. То есть прям серьезная была нагрузка. Когда мы все описали в Record Rules, это была достаточно большая работа, потому что все наши графики, все прочее, надо было пройтись по ним, сделать Record Rules. У нас нагрузка снизилась, не знаю, до 5-6 ядер где-то. Ну, в целом тоже такая серьезная нагрузка. С Memory Usage проблема немножко... А, ну вот, то есть про CPU Usage я рассказал. Вот пример того, как это выглядит, то есть это правило, то, как оно называется, CPU Request Usage, это метрика, которая показывает, сколько у нас реквестов суммарно в одном неймспейсе кубернетцевском выедают контейнеры определенных сервисов. То есть из коробки Prometheus может мониторить и предоставлять информацию о том, сколько съедают те или иные контейнеры, причем, ну, микросервисы, которые работают у нас в кубернет-скластере, сколько реквестов, какие лимиты, сколько фактическое потребление. Это все круто, но из-за того, что их много, вот, собственно, запросы и долгие. Вот пример Record Rules, который, то есть вот это вот все, это вот настоящий запрос, то есть мы суммируем там реквесты, потом их агрегируем по неймспейсу, потом еще делим. Это запрос такой тяжелый на самом деле к базе Prometheus и к TSDB, поэтому каждый раз его делать долго, поэтому мы предкомпилируем его, и все начинает здорово работать. Вот. С памятью немножко интереснее. Когда мы замониторили наш DEV, продакшн и стейджинг кластера, мы увидели, ну, примерно вот такую картинку по потреблению памяти. Нижний график – это потребление памяти, именно резидентной памяти, не виртуальной, то есть там никакой ни пейдж-кэш, ни мап, а именно вот сколько нааллоцировано. Это Prometheus, мониторивающий наш новый продакшн-кластер, то есть там версия 1.8.6 у нас кубернет. В общем-то, потребление памяти, ну, такое, достаточно стабильное, там 4 гигабайта, ну, вообще нормально. В случае там с другим продакшном, там у нас старой кубернет, оно гораздо больше. Ну, на самом деле, это график, отражающий тот момент, когда у нас еще в старом продакшене было гораздо больше всего, мы еще не переехали в новый. Но заметьте, на тренд, то есть тоже, в общем-то, не растет, ну, память. То есть 130 гигабайт, ну, как бы все здорово. А вот с DevCluster было все как-то достаточно грустно. То есть верхний график, смотрите, оно там 70 гигабайт, это интервал указан сутки. И оно от 70, там что-то до 90 гигабайт росло, и оно продолжало расти, прям росло очень сильно. У нас в итоге приходил на ноду OMKiller, прибивал этот Prometheus, мы очень долго думали, что вообще происходит. Итак, что же произошло? То есть он у нас мониторит DevCluster. В DevCluster у нас, ну, очень много контейнеров, потому что все разработчики там у нас катят с веток, есть автотесты, есть еще что-то. То есть он в плане числа сущностей гораздо больше, на порядок, чем продакшен. Вот примерная статистика по нашему DevCluster. То есть число метрик, я хотел сделать отбивку нулями, но потом отказался. То есть там уже на миллионы идет, на десятки миллионов число метрик. TSDB Head Series – это внутренняя метрика самой базы TSDB, которая определенным образом там коррелирует с метриками. В общем, тоже видим значительная величина. Резидентная память 130 гигов, и виртуальная память, которую потребляет Prometheus, аж 307 гигабайт. Ну, прям серьезно. Это прям ресурсы, под которые обычно такой неплохой сервер отдают. Отдают, и все, чтобы он только занимался обслуживанием. Мы подумали, что-то как-то это грустно, ну, не может быть все так плохо на самом деле. Сначала мы подумали, что это утечка памяти. Я нашел релевантную ашку на гитхабе, вот эту вот 3685. Там ребята, не я ее открыл, но там показывали схожие симптомы, что Prometheus просто вот растет память на самом деле неимоверно. Мы долго ковырялись, я ковырялся, Леша вот, мой коллега, который будет сегодня тоже делать доклад, тоже там смотрел. Не могли понять. То есть вот этот график. В итоге оказалось, что это не утечка памяти. Все гораздо интересней. Prometheus, как я уже сказал, использует базу TSDB. Как она устроена? Она написана на Go. Она представлена на гитхабе в проекте Prometheus как отдельный пакет просто. То есть там, ну, гитхаб слэш Prometheus, слэш там TSDB. Она компилируется вместе с Prometheus, то есть нет способа запустить ее как-то там отдельно. И Prometheus сказать, что вот endpoint базы. Нет, она собирается вместе с Prometheus, он просто включается как пакет. Если хотите, можете почитать про нее подробнее. Вот я там ссылочку сделал. Там FabXC, это вот разработчик, наверное, там главный разработчик этой базы. Она написана с нуля. Вроде все с ней здорово. Короче, как она... Так, предыдущий слайд. Как же она работает на самом деле? Разработчики Prometheus, когда проектировали вот эту базу, они ее с нуля проектировали. Естественно, они понимали, какие задачи перед ними стоят, что будет очень много метрик, что надо делать эти выборки метрик очень быстро, что в базу надо иметь возможность быстро писать и быстро читать. То есть вот такой вот кейс. Не как вот с аналитическими базами данных, когда у нас кейс, что мы можем... Главное, нам писать быстро, а выборки могут идти медленно. Нет, тут и выборки надо делать быстро. Поэтому они решили в базе все делать на основе вызовов mmap. То есть вызовы mmap, ну, syscall, он все, по сути, выполняет отображение файлов, память. Это все ложится в итоге в пейдж-кэш Linux-ядра. То есть, а потом у Prometheus есть в write-ahead-log, который время от времени синхронизирует вот эти вот замапленные данные уже в основное хранилище, в персистентный сторож. Но вся работа в рантайме идет на основе данных, которые лежат так или иначе в пейдж-кэше с помощью вызовов mmap. Именно поэтому, когда я показывал потребление памяти, там у нас виртуальной памяти было 300 гигабайт. В общем-то, это нормально. То есть размер виртуальной памяти будет высок при эксплуатации Prometheus, который мониторит большие кластера. Это ожидаемо, это не страшно, это здорово. А что же на самом деле с RSS? Откуда эти 100 гигабайт взялись? Мы стали смотреть, разбираться с тем, как вообще работает TSDB, как она устроена. В общем, если посмотреть попристальней, то мы можем увидеть, что у базы TSDB используется примерно такая раскладка данных. То есть Data Layout примерно следующий. Сама база, она как бы не монолитная внутри, я имею в виду, внутри вот сама по себе архитектурная, она как бы разбита на несколько, ну на множество маленьких таких подбаз. И в каждой из этих баз, вот они вот этими вот хэшами представлены, есть уже свои чанки конкретные, есть наконец у нас в write-ahead lock, про который я говорил, то есть по которому потом Prometheus проходит и сбрасывает все на диск. И вот так оно примерно представлено. Самое интересное, что в этих чанках и в каждой из этих директорий, помимо самих чанков, есть еще локальный индекс для вот этой мини-базы и есть еще мета-информация. Самое главное, что есть локальный индекс. Вот. В итоге, когда мы стали смотреть код, когда мы стали смотреть вызовы всяких попрофов, то есть что мы только не делали, мы увидели следующее. То есть о чем в статье про TSDB, вот которую я там ссылку приводил, не было сказано. В общем, сами чанки, то есть сам датасет, он по умолчанию ложится в виртуальную память. С этим все здорово, но ложится в виртуальную память все, кроме индексов. Индексы не ложатся, индексы уходят в резидентную память. То есть много данных у нас, у нас получается много вот этих вот маленьких как бы баз, у нас получается много индексов, у нас наконец здоровый получается в write-ahead-log. То есть в итоге в память ложится индекс и в память ложится RSS. Так вот, на больших объемах суммарный размер этих всех индексов и RSS составляет примерно треть от всего размера датасета. Треть примерно. Ну как бы большая величина. И как раз это вот те самые 100 гигабайт, сколько там было, да, о которых я и говорю. То есть очень много ложится в резидентную память. Собственно, почему это происходит? Ну потому что у нас большой кластер, у нас увеличивается неимоверное потребление RSS. Собственно, решение было такое, ну, в лоб, конечно, но мы пока довольствуемся этим. То есть у нас в Prometheus, который мониторил вот наш dev-кластер, был retention 24 часа, мы просто взяли и поставили час. Расти память перестала, и потребление RSS уменьшилось, ну, ровно в 24 раза. Ну, то есть 5 умножить на 24, там как раз 130 и получается. Короче, к чему я это все рассказал. Если будете использовать Prometheus, и увидите, там, когда начнете его использовать, как это было у нас, мы такие обрадовались, как он все классно мониторит, весь dev-кластер покрыт метриками, все круто, а потом начинается ум-киллер, приходит еще что-то, еще что-то. В общем, оценивайте объем данных, если будете запускать Prometheus в эксплуатацию. Как его можно оценить? Запускайте сначала с минимальным retention, смотрите, какое будет потребление памяти на том массиве, на том кластере, который вы мониторите. Если оно там не растет, или если оно вас устраивает, или у вас есть резерв, можете retention подувеличить немножко. Посмотрите еще раз. Смотрите также на датасет, то есть его можно прям зайти в контейнер, или если Prometheus запущен на Barometal, то есть зайти, глянуть тоже, что происходит. То есть очень важно, оценивайте, потому что Prometheus очень такой прожорливый до памяти. Если с CPU можно как-то проблему решить использованием Record Rule, то с Memory тут придется, наверное, или снижать retention, или использовать какие-то способы передачи метрик в другие хранилища, чтобы Prometheus их просто собирал, немножко у себя хранил, а дальше они куда-то сливались в хранилище долгосрочные. Либо можно, конечно, еще в качестве вариантов решения, можно использовать несколько Prometheus. То есть, например, представим, у нас есть большой-большой кластер с большим числом подов, у нас есть только один Prometheus, и он там распухает по памяти, поэтому что можно сделать? Можно сделать один Prometheus, который будет мониторить только инфраструктуру, и, например, запускать еще разные Prometheus, которые будут мониторить подмножество микросервисов или еще что-то, таким образом нагрузка распределится по кластеру, и в целом она не станет меньше, но из-за того, что эти экземпляры Prometheus распределятся по нодам, в целом все будет работать здорово. Можно использовать федерацию Prometheus, о которой я говорил, но там есть на самом деле очень такой нюанс. Когда я рассказывал про иерархическую модель передачи метрик в Prometheus, там есть такой нюанс, то есть сама передача метрик, она не происходит вот сериализованно и событийно, так как работает репликация в МСКЛе. Передача метрик там происходит, вот мы взяли все метрики из Prometheus, вот вообще все, ну или которые удовлетворяют фильтру, ну по которому мы хотим, и пытаемся их скопом передать, то есть это вот на больших объемах метрик работать не будет. Я попробовал с девкластера передать вот все метрики в другой Prometheus, там все стало плохо, Prometheus там ушел в ЦПУ, ему стало очень грустно. И, наконец, использовать Remote Writers. Что такое Remote Writers? Это как бы расширяемость, ну так как плагины к Prometheus, которые позволяют, грубо говоря, писать метрики в какие-то долгосрочные хранилища. То есть там можно в графит писать, насколько я знаю, в ClickHouse сейчас пока еще не сделали функционал, но там все можно сделать, у Prometheus очень классные библиотеки, и что-то постоянно обновляется. И, наконец, про высокую доступность самого Prometheus, он тут даже не про СДБ, не про ТСДБ, наверное, а про Prometheus. Есть вот такая замечательная АЩИ с номером 1500, там она очень длинная, многое из того, что там написано, не отражено в документации Prometheus. В общем, о чем там говорится? Говорится там о том, что Prometheus предназначен прежде всего для оперативного мониторинга и контроля над нашими кластерами, и Prometheus из коробки не предоставлял, не предоставляет и не будет предоставлять никаких средств по ХА, ну, для самого себя. То есть там нет режима запуска Prometheus'а Master Slave, нет возможности как-то его сделать отказоустойчивым. Единственный способ – это запустить несколько Prometheus'ов с идентичными конфигами, и все. То есть Prometheus – это просто прооперативный мониторинг, прооперативный контроль данных. То есть не надо путать. Если нужно долгосрочное хранение метрик, используйте другие хранилища. Вот. Собственно, это было про Prometheus. Теперь немножко расскажу про то, как мы мониторим облако, какие у нас, не знаю, практики, подходы, как это все выглядит. Вдруг кому-то это будет полезно. То есть мы используем Prometheus, у нас есть куча метрик, у нас есть графана, мы используем графану в качестве визуального отображения всех графиков. Что у нас есть? У нас есть по каждому кластеру так называемые суммарные дашборды. Они сделаны как раз вот именно для дежурства. Мы используем, у нас есть дежурство, у нас есть дежурные, я дежурую, мои коллеги. И хочется, нам хотелось иметь инструмент, вот когда ты приходишь с утра на работу, хочешь посмотреть на один экран, сразу понять, все идет нормально или что-то идет не так. Поэтому мы сделали summary-дашборды. Я покажу, у меня дальше будут скриншоты. Мы дежурим. И наконец, у нас, что самое главное, у нас есть эталонные сервисы, с помощью которых мы промеряем доступность нашего облака. То есть нам хочется знать вообще, сколько девяток у нас доступность. То есть у нас там три девятки, четыре девятки или еще сколько там. Я расскажу про это. Что из себя представляет summary-дашборд? В нем, как правило, представлены прежде всего blackbox-метрики. То есть мы мониторим какие-то сущности просто по принципу черного ящика. Вот просто идем, не знаю, в какую-нибудь инфраструктурную сущность или в сервис, в какой-нибудь endpoint, просто по HTTP убеждаемся, что там 200, убеждаемся, что response time приемлемый, убеждаемся, что вообще не получили timeout. Замеряем, промеряем RPS, промеряем емкость кластера. У Prometheus есть классные метрики, которые предоставляют возможность построения именно вот таких емкостных метрик. То есть мы знаем, сколько у нас кластер может в принципе вобрать в себя, не знаю, сервисов. Мы знаем, что суммарно кластер там может запустить внутри себя тысячу микросервисов, там две тысячи. И мы отслеживаем текущее потребление от вот этой всей емкости. И, наконец, связанные дешборды. То есть у нас есть вот этот summary dashboard, там дежурный приходит, видит, что-то идет не так, надо куда-то идти разбираться. В графане все настроили так, то есть там есть такие drill-down, то есть на любой график summary dashboard наводишь мышкой, он тебе показывает, куда можно пойти дальше, чтобы подебажить и исследовать то, что вообще происходит. Вот так примерно связанные дешборды выглядят. То есть это HTTP-код API-сервера, то есть одна из ключевых метрик API-сервер. В Kubernetes это просто центральный компонент, через который осуществляется работа всей инфраструктуры Kubernetes в принципе. То есть она как бы код 200, все здорово, но если он станет не 200, то можно перейти на графики там уже Kubernetes ресурс, где у нас отображены ресурсы по всем нашим нодам, по всему, и, наконец, Kubernetes errors, отдельный дешборд, где у нас отображаются всяческого рода ошибки. То есть можно быстро понять, что происходит. Очень полезная штука, рекомендую использовать. Так, ну, про это я, наверное, немножко уже рассказывал. То есть у нас, я говорил, на каждый кластер отдельный экземпляр Prometheus. Вот у нас 4 кластера, 4 экземпляра. Используем федерацию, различные retention, периоды хранения данных используем для каждого. То есть для Dev Cluster у нас час, для production и прочих кластеров у нас сутки интервал. Также у нас есть кросс и внешние проверки. Мы мониторим облако не только вот внутри, да, как бы у нас Prometheus мониторит все облако, но у нас еще есть внешние хосты, с которых мы проверяем доступность этих Prometheus. Сами Prometheus мониторят друг друга. То есть у нас, как бы, мониторинг, ну, достаточно такой графовый даже получается. Ну и, наконец, дежурство. Так, собственно, как выглядит у нас summary dashboard. Мы не разрешили этот сделать скриншот. Там ряд цифр могут не соответствовать действительности, но в целом картинка примерно вот такая, например. То есть когда ты приходишь на работу и ты дежуришь, ты открываешь вот такой дашборд и видишь вообще, что происходит. Видишь там, сколько у тебя нод в готовом состоянии, видишь, какой у тебя RPS на ключевой компонент Kubernetes на API-сервер, видишь, сколько у тебя контейнеров по нодам запущено, каждая вертикальная линия это нода, ну и сколько там вот подов. Ну, поды, контейнеры, вот сколько. То есть если видишь какие-то аномалии, то начинаешь разбираться. Там low-adverage, вот этот вот сервис SLO, я про него сейчас расскажу, то есть наш эталонный сервер, сервис, по которому мы проверяем доступность облака. Там latency API-сервера, не стоит обращать внимания, потому что там полторы секунды, там немножко реалий не отражает. HTTP код двухсотый, и, наконец, мы видим, сколько есть ошибок, например, когда кубилет работает с докером. Ну, то есть кубилет это инфраструктурный процесс, который работает на ноде кубернет-кластера. Он отдает команды докеру, и докер там создает контейнер. Если там между ними возникают ошибки, тоже надо понять, что делать. То есть красные линии это пороговые значения. То есть вот по такому дашборду можно достаточно быстро понять, что идет не так. Сделать его, ну, придет, чтобы такой дашборд сделать, придется, наверное, затратить какое-то время. Я уже видел и на GitHub, и где-то многие стараются выкладывать даже свои наработки, благо графа, она позволяет выгружать дашборды в виде JSON, по-моему. Мы пока не выгружали, не делали, надо будет, кстати говоря, подумать над тем, чтобы выложить такой summary-дашборд, вдруг кому-то окажется полезным. Ну и сюда можно, разумеется, прикрутить все, что именно вам интересно, чтобы вы могли быстро и эффективно решить проблему, которая возникает в ходе работы вашего облака. Наконец, у нас есть эталонный сервер, сервис, как я говорил. То есть мы замеряем SLO и SLI. Есть вот такая замечательная статья на гугл-блоге от самих гугловцев же, от их SRE, где они рассказывают о том, какая связь между SLA, SLO или SLI, наконец. Вот. Ну, наверное, про SLI все слышали, так или иначе, может быть. А вот что такое SLO и SLI, сейчас расскажу. Так, следующий слайд. Итак, SLI — это все очень просто. Это сервис-левел-индикатор. То есть, грубо говоря, это та величина и тот критерий, которым вы проверяете доступность, ну, облака, не знаю, там, какого-то компонента, еще чего-то. Как может выглядеть SLI именно? Выглядеть оно может быть просто. Это может быть утверждение вида 95-й перцентиль всех наших запросов не превышает 100 миллисекунд. Вот просто утверждение, не привязанное еще пока ни к чему. А SLO, он уже использует, это сервис-левел-объектив, то есть, это, грубо говоря, технический критерий, по которому определяется, вот, собственно, доступность нашего облака. И SLO может звучать так. Мы хотим, чтобы у нас 99,9% всего работы кластера выполнялся вот этот SLI. То есть, SLO — это уже критерий. То есть, SLO — это сколько девяток мы хотим сделать для того, чтобы у нас выполнялся SLI. Ну и, наконец, SLA, то есть, нижняя, это уже, скорее, штука про контракты, про договоренности с бизнес-отделами, там, с юристами и с прочим. То есть, чисто технически оно особо смысла не имеет. То есть, еще раз, чтобы определить доступность облака, вырабатываем критерии, вот, левел-индикаторов, потом строим обжектив и начинаем мерить, начинаем считать все эти штуки. То есть, собственно, вот, еще раз, SLI — это критерий проверки, например, 95% меньше 100 миллисекунд, а SLO — это частота успешных именно SLI. То есть, SLI выполняется там 3 девятки, 4 девятки. У всех разные могут быть требования, и к разным системам могут предоставляться разные требования. Вот. Собственно, у нас есть талонный сервер. Сервис, как он работает? Это, на самом деле, простейший, не знаю, HTTP-сервис, который написан на Go. Там просто, грубо говоря, HTTP-лиссен-энсерф есть. Есть одна просто ручка, там, чек, грубо говоря, куда мы просто регулярно ходим из разных мест, на самом деле. Ходим изнутри кластера в эту ручку, ходим из трех, ну, там, из четырех, из скольких-то разных внешних узлов по отношению к кубернет-кластеру, там, в эту же ручку ходим, проверяем. Также этот сервис у нас периодически через CI выкатывается, и мы на одном из этапов выкладки, когда он катится через CI, отсылаем метрику о том, что выкладка прошла успешно, и отсылаем метрику о том, сколько длилась выкладка. То есть, мы его регулярно опрашиваем, мы регулярно проверяем, что он работает, мы регулярно убеждаемся, что у нас в облако можно выполнять выкладки. То есть, у нас, ну, на текущий момент считаем, что, ну, вот у нас такие критерии именно доступности нашего облака. Опять же, если он, например, катится долго или вообще не выкатывается, может быть проблема с облаком, может быть проблема с CI. То есть, CI — это ведь тоже неотъемлемая часть всего кубернет-кластера. В общем, мы сделали вот такую штуку. Она как бы делается просто, но зато предоставляет сразу кучу полезной информации о том, как это, насколько надежно наше облако. И, наконец, как это все выглядит. То есть, цифры не отражают реальное положение дел. Я просто вот там накидал. То есть, у нас есть некие похожие в графане там дэшборды с вот такими графиками. Мы считаем, например, число успешных выкладок по отношению к максимальному возможному за период. То есть, например, мы знаем, сколько у нас в день должен катиться вот наш этот эталонный сервер. Сколько он фактически выкатился? Ну, здорово, 100%. За неделю видно уже поменьше. Значит, где-то у нас или там с нашей CI, CD-системой были проблемы, или с облаком были проблемы. Ну, и за месяц тоже видим, что поменьше. На самом деле, штука очень крутая, полезная. Позволяет именно высокоуровнево понять и предоставить, не знаю, в том числе бизнесу, например, данные о том, насколько у вас все хорошо или плохо в облаке. Вот, в общем, такие штуки и подходы мы используем к мониторингу наших всех кубернет-кластеров. Ну, и, наконец, напоследок расскажу немножко про Prometheus Exporter. Что это вообще такое? То есть Prometheus умеет мониторить по HTTP, он его пул-модель, он ходит в заданные ему локейшены, просто выполняет HTTP GET-запрос и получает назад множество метрик. Если есть какие-то программы, приложения, которые не умеют по HTTP открывать вот такое множество метрик, ну, простейший пример Haproxy, например, к нему, конечно, можно обратиться через сокет, он отдаст статистику, но она несовместима со статистикой Prometheus, поэтому, а мы хотим мониторить Haproxy, надо что-то делать. Собственно, поэтому тут на сцену и выходят экспортеры. Экспортер — это, по сути, метрик-гейтвей для Prometheus, все очень просто, то есть он запускается рядышком или там где-нибудь, я расскажу чуть позже, Prometheus ходит уже в него, и этот экспортер уже знает, куда сходить в Haproxy и как запросить эти метрики, и в итоге отдает эти метрики назад. Из плюсов, то есть он крайне прост в реализации, и можно писать либо отдельные экспортеры, либо встраивать прямо в свой сервис. Мне задавали вопросы, то есть используем ли мы Prometheus для мониторинга непосредственно наших сервисов, ну, вот микросервисов, которые катят разработчики. Нет, непосредственно не используем, то есть у наших микросервисов пока нет никаких ручек, там, инфо или там слэш-метрикс, куда бы ходил Prometheus. Нам этого пока доста... На самом деле мы не чувствуем пока в этом необходимость по двум причинам. Во-первых, сами микросервисы у нас отсылают бизнес-метрики в отдельное хранилище, никак не связанное с Prometheus. А во-вторых, сам Kubernetes-кластер предоставляет информацию о том, сколько сервисы потребляют ресурсов и прочего. То есть на текущий момент нам этого достаточно. Но если у вас возникнет необходимость замониторить ваши сервисы через экспортеры и через Prometheus, там сделать все можно очень просто, очень быстро. Простейший экспортер выглядит вот так. То есть это, собственно, main.go, кусочек, где отрезаны просто импорты, которые там подтянутся автоматически, если вы напишете вот такой вот кусок кода. То есть промк.http.handler, и все, вот location.slash.metrics. Вот даже больше ничего писать не надо на самом деле. И если запустить такую программу, то уже из коробки просто использование client.go пакета позволяет получить сразу вот кучу полезных метрик. Мы сразу получаем информацию о работе гошного рантайма, мы сразу получаем информацию по работе оперативной памяти. Там еще есть куча-куча полезных метрик. Это я просто отгрепал там по памяти и по работе гарбаш-коллектора. То есть просто вставили одну строчку и получили сразу вообще гору полезной информации. Короче, используйте Prometheus Exporters. Все они пишутся на основе классной библиотеки client.go, которая является частью проекта Prometheus. Там все очень здорово задокументировано, есть примеры, в общем, все круто. Используйте. Там есть ряд рекомендаций по тому, как их писать. Из того, что интересно, могу отметить следующее. Если будете реализовывать какой-то экспортер, который, не знаю, будет мониторить хапрокси или еще что-то, первое правило, которое должны придерживаться, это локальность. То есть экспортер должен работать максимально близко к той сущности, которую он мониторит, чтобы избежать всяких проблем с сетью и прочее. Другое дело, если Prometheus экспортер не сможет дойти, то уже будет проблема. Но экспортер должен располагаться максимально локально. На том же хосте, в том же кубернетцевском, еще где-то. И должен опрашивать только один экземпляр приложения. То есть несколько хапроксей не должно быть так, что экспортер опрашивает их все. Нет, надо делать по экспортеру для каждого экземпляра. Ну, это про локальность. Гораздо более важная вещь – это синхронность. Метрики в экспортерах не должны кэшироваться. В общем случае никогда, но я сделал это со звездочкой. Иногда бывают системы или приложения, которые вам необходимо замониторить, которые могут крайне долго отвечать на запрос о получении метрики. Тогда имеет смысл задумываться о кэшировании метрик. Но штука эта очень опасная. Почему? Надеюсь, понимаете. Потому что когда Прометеус пойдет в экспортер, он может получить просто данные из кэша, которые не отражают фактическое положение дел вот с тем бэкэндом, который мы мониторим. И в какой-то момент это может оказаться очень плохо. Потому что вы, по сути, не увидите проблемы, а услышите ее потом уже из уст разработчиков или кого-то, кто напишет вам, что что-то идет не так, а мы и не знали. И в экспортерах не должно быть никаких собственных таймеров. То есть в общем случае они должны работать просто синхронно. То есть к нему не обращается Прометеус, он сам по себе ничего не делает. То есть он как Nginx, да, проксирующий. То есть он никуда не идет, ничего. Пришел запрос, окей, мы синхронно обратились в то приложение, которое хотим промониторить, потом отдали метрики назад. Все, опять дальше сидим, ничего не делаем. Никаких кэшей, никаких таймеров, ничего там не используем. Потому что мне на глаза попадались уже на самом деле на GitHub, я видел примеры экспортеров, где там люди на грутинах что-то начинают городить, используют какой-то кэш, ну короче там безумные штуки, очень все плохо. Вот так делать, ну короче вот используйте такие подходы и все будет на самом деле здорово. Вот. Немного полезных ссылок, то есть из того, что мне кажется интересным, это про Prometheus.ha я уже по-моему приводил ссылку, это вот ACHU1500, там можно почитать, там по-моему даже регулярно в нее комменты добрасывают. Это про то, есть ли вообще высокая доступность у Prometheus, а на самом деле ее нет, и там разработчики говорят, почему ее нет. Про алертинг есть совершенно замечательная статья от человека, который в гугле там с РЕ работал долгое время. Гуглиться очень легко, My Philosophy of Alerting, она представлена там в виде гуглодоков, там совершенно замечательно все изложено, как правильно надо алертить, как правильно мониторить, чтобы с одной стороны не упускать ничего важного, а с другой стороны, чтобы на вас не валился шквал, не знаю, всяких уведомлений, всего прочего. Ну и наконец про вот SLO, если кто-то хочет поподробнее узнать, опять же, есть замечательная книжка Google SRE, она доступна в онлайне, и одна из глав там так и называется, Service Level Objectives. В общем-то, может быть, достаточно как-то разрозненно получилось, но тем не менее, спасибо за внимание, если есть любые вопросы, можете задавать про облако, про мониторинг, про все, постараюсь рассказать, в общем, вопросы. Спасибо. Кого вопросы есть? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вы как-то мониторите эндпойнты, которые у вас из кластера торчат наружу? Некоторые стараемся мониторить, то есть мониторим те, которые нам важны и нужны. А каким образом? Это же снаружи кластера тоже нужно запросы делать? Там можно делать по-разному на самом деле. Для ряда вещей, которые мы хотим извне мониторить, внутри кластера, мы используем кубернетцевскую штуку, которая ингресс называется. Для ряда вещей мы иногда можем ходить даже напрямую, но у нас там просто связанность между не кубернет с кластером и самим кубернетом настроена так, что у нас есть возможность прямого сетевого доступа. Но в основном стараемся делать это идиоматично, через ингрессы. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, как вы выбираете скрейп-интервал и влияет ли он на потребление памяти Прометелсу? Скрейп-интервал на самом деле особо не выбирали, по умолчанию поставили. У нас он сейчас, ну как по умолчанию, то есть смотрели разумную цифру и отталкивались от того, какие у нас уже есть подходы к мониторингу. У нас есть продуктовый мониторинг, то есть те метрики, которые пишутся самими сервисами в наш графит. У них там, грубо говоря, 10 секунд. Ну мы тоже взяли и поставили раз в 10 секунд. На самом деле скрейп-интервал влияет на потребление памяти, разумеется, да, да, да. Еще вопросы? То есть это по сути скрейп-интервал, это так же как и ретеншн, то есть мы поняли, то есть они связаны, да, да. Здравствуйте, спасибо за заклад. У меня такой вопрос. Вы очень так изящно обошли вопрос масштабирования Прометеллса, да, то есть ослабственно то, что ХАА нету и что это средства оперативного мониторинга и что просто можно ретеншн уменьшить. Ну представьте, там, не знаю, выйдите вы на новый рынок, да, у вас классер станет в 5 раз больше, вы же не уменьшите до 12 минут ретеншн, правильно? Нет, не уменьшим. Тогда надо разворачивать будет либо несколько прометеусов, либо… Вы как-нибудь копали в эту тему? Когда я смотрел, это, ну, прям нереально, то есть максимум, что можно сделать, можно сделать свой кастомный роутинг на каком-нибудь инжинсе, а потом как-то очень больно пытаться обратно его собирать с нот. Расскажу вот что, то есть у нас сейчас пока внутри для себя разрабатываем ремонт в райтер, который позволит сливать вот все множество метрик сразу к нам в основное хранилище у нас, оно на основе графита и кликхауса, но вот пока оно в работе. Это понятно, а по поводу просто вот отскейлить, попробовать именно, ну, то есть как бы ТСДБ, проблема в том, что она локальная, то есть она не масштабируется, она живет локально в файл-системе на этом конец. То есть можно попробовать сделать шардинг, может, вы пробовали шардинг сделать как-нибудь так, ну, там проблема потом, как обратно все это дело забрать, ну, то есть… Ну, разумеется, ну… А вот обратно собрать, карпан, например, не умеет. На самом деле у нас сейчас основной фронт работ по написанию именно этого в райтера, то есть какие-то… Это будет уже графит кликхаус, это другая база данных. Ну, другая, но зато там у нас будет поддержка тех же самых лейблов, то есть мы сейчас стараемся при разработке сделать так, чтобы все эти лейблы при переливке не потерялись. Зачем тогда ТСДБ? То есть можно просто остаться на граффити кликхаусе и делать все там сразу. А из коробки Прометеос, насколько я знаю, он не может вот туда сразу писать ему ТСДБ. То есть нам задача в том, что надо передать, да, я понял. Я имею в виду, что получается, что происходит с Прометеос, только потому что у него хорошая интеграция, собственно, с… С Кубернеса, да, да, да. То есть нам… Да, да, да. То есть Прометеос в первую очередь хорош именно этим, да. Ну, то есть прямо вот так вот попробовать заскерить, у вас пока еще не получилось его, именно чисто вот Прометеос. Ну, хорошо, спасибо большое. Большое спасибо за ваш доклад, он очень интересен Промете. И вот и в конце я просто пишу свои эмоции, что я был удивлен. То есть вы описываете Прометеос, что нахеренский обалденный, сори, сори, что… Ну, в общем, что это очень крутой инструмент, который можно использовать, вот, и чтобы все его использовали, кто до этого не использовал, но оказывается в конце, что вы этот прекрасный инструмент не используете в СССР в микросервисах. Вопрос в том, почему вы его не используете, и планируетесь ли вы его использовать в будущем, ведь он же такой клевый, у вас есть опыт. Объясню, да. И я говорил, может быть, я это как-то недостаточно тезисно сказал, то есть почему мы в наших микросервисах не прикручиваем вот эти вот все ручки слэш-метрикс. Во-первых, потому что у нас нагрузка на Прометеос и так достаточно велика. Если еще туда придут метрики от, не знаю, от тысяч подов, которые запущены, ему станет сильно хуже. Это первая причина. Вторая причина. Даже в отсутствии ручек вот этих там слэш-метрикс у сервисов, мы, как, ну, вот в отделе там эксплуатации, и там в отделе архитектуры, мы уже получаем статистику по утилизации памяти, по утилизации CPU всех наших микросервисов. То есть мы знаем о том, насколько они нагружены или не нагружены работаем. У нас есть статистика по RPS, которые приходят на ингрессы, то есть внутрь кубернет-скластера от пользователей в наши сервисы. Мы тоже знаем эти метрики. Нам вот для эксплуатации, ну, считаем, что пока вот достаточно этого множества метрик, а продуктовые сами метрики, то есть то, что хотят писать разработчики, они уже пишут в долгосрочное хранилище сразу из своего приложения, там по UDP передают, и все это кладется. То есть пока мы выбрали вот такой подход, и я говорил об этом. То есть если вы будете рассматривать вариант прикручивания вот этих вот ручек везде в микросервисе, то есть посмотрите, как бы не вышло так, что опять-таки вот будет гора метрик, будет высокое потребление памяти, и станет... А почему нельзя другой Prometheus запустить? А это тоже один из подходов, а я рассказывал об этом, да? Запускать несколько Prometheus, да? Ну просто получается, что у вас два подхода к сбору метрик существуют. Даже не два подхода, я скажу, у нас две системы мониторинга существуют. Как минимум. Это мониторинг как бы облака, который основан на Кубернете, и бизнес-метрики от самих приложений, которые идут, да. Ну, там же не только бизнес-метрики могут быть, потому что вы снаружи только как Blackbox такой мониторинг можете делать, но в случае там, не знаю, Go, вы не можете там Go-рутины снимать, количество трэдов, какую-то информацию по авокейшнам, которые есть из коробки. Вот тут да. И получается, а разработчики не хотят писать в Prometheus, или вы просто в каком-то промежуточном этапе и думаете, как это... Я думаю, что мы сейчас ближе к промежуточному этапу, то есть мы рассматриваем вариант все-таки с тем, чтобы была возможность микросервиса, например, получать работу того же Гошного рантайма и прочего, но поскольку у нас в микросервисе же не только на Гонос, сейчас есть Python, PHP, то есть придется и туда дописывать, дополнять брейл плейты. Ну, я думаю, не исключено, что появится. Но опять-таки про несколько Prometheus я сказал, то есть я скорее хотел рассказать про то, что главное знать про эти подходы и вот про то, как у нас. Добрый день, спасибо за доклад. Я так понимаю, вы Prometheus используете для того, чтобы мониторить ваше облако, ваши кластера. Ну, просто получается, если мы, например, говорим о чем-то запущенном в контейнере, у вас там есть использование CPU, локация памяти, время ГЦ и так далее. И вот у меня возникает вопрос, что у вас за огроменный кластер, что у вас такое огромное количество метрик, что вы вообще за метрики собираете, что они занимают у вас 130 гигабайт. Спасибо. Ну, их вроде должно быть не очень. Их много вот почему. В Dev Cluster, то есть, в принципе, размеры кластеров, я имею в виду формально, по числу нот, по общей емкости, они примерно одинаковые. Они различаются именно по тому, сколько в них чего запущено. Так вот, в Dev Cluster запущено очень много всего. На порядке, потому что я говорил, катят все туда с веток и прочее. Нюанс вот в чем. Я говорил, то есть, несмотря на то, что мы напрямую не мониторим поды и контейнеры, и приложения через Endpoint Metrics, сам факт запущенного пода сразу позволит, ну, создает как бы новую метрику, которую, когда Prometheus идет там в API-сервер или куда-то, или там в кубилет идет на ноду, эта метрика ему сразу отдается. То есть, просто вот запустили мы контейнер на ноде, сразу кубилет, у кубилета появилась новая метрика относительно памяти и, там, относительно цепу. Больше подов запустилось на ноде, еще больше получилось метрик. Если вообще убрать все поды, то тогда их станет, ну да, мало метрик, разумеется. Последний вопрос. Последний вопрос. Тогда у меня вопрос. Вот, исходя из того, что получается, каждый контейнер добавляет вам нагрузку на Kubernetes, при том, что по факту он может вам собирать вообще абсолютно ненужные данные, которые вы не будете использовать в своей работе. Возможно, все-таки то, что Prometheus идет в коробке в интеграцию с Kubernetes, это все-таки не плюс, а минус. Тут, как сказать, на самом деле. То есть, как бы, это и хорошо, и плохо, что он собирает сразу гору всего. И на самом деле, Prometheus конфигурируется так, что там можно очень здорово все отфильтровать ненужное. Весь вопрос в том, что вы считаете для себя ненужной метрикой. И готовы ли вы отказаться от скрейпа этой метрики на случай, если произойдет какой-то инцидент. То есть, мы пока очень аккуратно подходим к урезанию метрик, которые собирает Prometheus. А там можно так сделать. То есть, можно настроить так, чтобы он просто даже не сливал в базу метрики по определенному префиксу или по определенному лейблу, который он получает. Мы очень аккуратно к этому относимся, потому что, мало ли, какая метрика когда понадобится. Такой вот подход. Все, спасибо, Миша. Продолжение следует...